Эпителиальная или покровная ткань выстилает стенки внутренних органов и образует внешний покров тела. Рассмотрим эпителий кожи. Его клетки тесно примыкают друг к другу. Межклеточного вещества почти нет. Клетки расположены в несколько слоев. Верхний слой отмирает и слущивается. На смену разрушающимся клеткам появляются новые. Рассмотрим эпителий, выстилающие внутреннюю поверхность органов дыхания. Клетки его также тесно примыкают друг к другу, но они расположены в один ряд. Межклеточного вещества почти нет. Реснички эпителиальных клеток как бы выметают пыль из дыхательных путей. Укажите общие черты в строении эпителиальных тканей. Соединительные ткани это пленки, покрывающие мышцы, это хрящи, это кости, это кровь. Соединительная ткань, входящая в состав костей, самая прочная. Рассмотрим микроскопическое строение кости. Ее ткань пронизана каналами, через которые проходят кровеносные сосуды. Черные паукообразные клетки расположены далеко друг от друга, часто по радиусам костного канала. Они выделяют межклеточное вещество, костные пластинки. Совсем не похожа на кость пленка, покрывающая мышцы. Она состоит из рыхлой соединительной ткани. Ее клетки также удалены друг от друга. Пространство между ними заполнено межклеточным веществом, эластичными волокнами, лентами. Укажите общие черты в строении соединительных тканей. Перед вами ткань, которая выстилает стенки внутренней полости органов пищеварения, желудка кишечника. Ею выстланы ворсинки, через которые всасывается пища. Клетки тесно примыкают друг к другу, образуя сплошной ряд. Межклеточного вещества нет. Теперь рассмотрим ткань, из которой состоит трахея. Клетки ее расположены группами. Между ними заметно межклеточное вещество. Оно выделяется этими клетками. Определите, какая из двух тканей эпителиальная, а какая соединительная. Продолжение следует... Продолжение следует...